МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Подари детям жизнь». В нашей помощи нуждается Газизов Даниэль. У 13-летнего подростка ожоги тела третьей степени. На очередной этап лечения семье необходимо собрать 6 миллионов 700 тысяч тенге. Вы можете оказать финансовую поддержку Даниэлю через онлайн-пожертвование на сайте детдом.кз, а также с мобильного телефона через приложение банков. Каспи.кз в разделе «Платежи» переходим во вкладку «Другое». Раздел «Благотворительность», где находим добровольное общество милосердия. Сбербанк Казахстан. Перевод через опцию «Оплата услуг», «Благотворительность» и находим общественный фонд «Дом». Также вы можете отправить помощь через платформу bergemos.kz, халыкбанк. Юридические и физические лица также могут помочь банковским переводам. Реквизиты, отчеты о полученных и потраченных средствах публикуются на сайте детдом.кз. Все пожертвования, собранные в ходе акции «Подари детям жизнь», стопроцентно идут на лечение детей. Никто не знает, когда беда может прийти в дом. 8 января 2018 года стало именно этим днем для Даниэля и его семьи. Придя с работы поздно ночью, мама увидела кусочки обгоревшей ткани. Позже стало известно, играя, сын случайно подпалил синтетическую футболку. Она загорелась, ребенок бросился под душ, из которого его вдобавок ошпарило кипятком. Даниэль попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Вот строки из письма мамы мальчика. Врачи совершили чудо и спасли моего сына. С тех пор Даниэль перенес 11 операций по пересадке кожи и 76 очень сильных наркозов. К большому сожалению, эти операции по лечению килоидных рубцов не дали должного эффекта. Рубцовая ткань очень плотная, вызывает болезненные ощущения, зудит, в некоторых местах плохо заживает, чешется. Сын расчесывает их по ночам, когда этот процесс невозможно контролировать. Из-за этого утром на постельном белье видны пятна крови. Не говоря уж о том, что все это вызывает у ребенка боль, раздражение, он не высыпается, очень беспокоен. Местные анестезирующие и обезболивающие препараты не дают длительного эффекта, а также вызывают побочные эффекты и привыкание. Позже корейские специалисты провели Даниэлю успешную операцию на кожу шеи, которая сковывала движение и доставляла боль при прикосновении. После этого он уже не испытывал адскую боль при естественном росте. Сейчас ему требуется операция по пересадке кожи, чтобы руки могли сгибаться. И он мог их поднимать, обслуживать себя самостоятельно. Она состоится уже в ближайшее время. И сейчас Даниэль нуждается в финансовой поддержке. Ведь сумма в 6 миллионов 700 тысяч в тенге для их семьи просто неподъемная. Чтобы помочь мальчику оплатить лечение, вы можете сделать онлайн пожертвование на сайте diddom.kz и перечислить любую возможную для вас сумму с банковской карточки посредством интернета. Помощь можно также оказать банковским переводом от физических или юридических лиц. В любой точке нашей страны сделать денежный перевод возможно через терминалы самообслуживания Киеви. Вся подробная информация о детях, нуждающихся в лечении, находится на сайте diddom.kz. Пожелаем Даниэлю удачи и скорейшего выздоровления.